здравствуйте хочу рассказать вам и показать как плодоносит мой инжир и как я его выращивала и какого успеха я достигла инжир у меня третий год и плодов на нем огромное количество смотрите скажешь да и пазухи листиков идет не пасынок как у других растений помидоров и цветов а сразу ягодка на ягодка это или фрукт наверное фрукт потому что мелкие косточки смотрите какие они цветочки он не дает он не цветет замечательное такое интересное растение вот это уже мне кажется что он спелая потому что вот мягкая я хочу его сорвать и попробуем как она по вкусу вам расскажу и посмотрим в разрезе инжир можно формировать в виде куста вот смотрите куда много веток идет из земли я живу в одессе он у нас не вымерзает а можно формировать в виде дерево вот второй инжир у меня это немножко другой сорт но тоже посмотрите сколько на нем урожай это длинненький такой виде груши а этот прошлом году был кругленький но сладкий сладкий и белого цвета а этот не знаю эти какой-то он такой непонятного цвета то ли он еще цвета не набрал сейчас я хочу попробовать сильно у меня захотелось испробовать тоже из каждой пазухи листиков от сорта не зависит как он дает урожай он цветочки все равно не пускает смотрите сколько много будет инжира он такой сладкий аромат не не так нравится это немножко расскажу как я его выращивал вот смотрите маленький это низкорослый инжир этот инжир можно держать в квартире кто любит экзотику вот этот инжир подходит для комнаты эти деревья огромные это вот выше моего роста вот руку поднимаю эти как высоко метра наверно три два с половиной и раскидистая а этот куст идет маленький аккуратненький но на нем тоже полно инжира и в этом году я научилась размножать инжир я добилась того что он пускает у меня корни немножко трудно было сложно может это как для новичка я научилась размножать все этих три инжира я купила с черенка вот такого размеру такие маленькие правда укорененные с корешочком посадила вот этот куст я посадила прямо в землю а эти два кустая посадила в горшок даже не знала как его размножать ой раз как его выращивать этот куст у меня в первый же год вымерз но он пустил с корня он не пропал полностью он спустил с корня сейчас смотрите какой мощный ствол новую ветку вот центральная ветка вымерзла и получилось две боковых и затем я на следующий год укрывала агроволокном это у него третий год посмотрите какое мощное красивое растение а в этом году он рос у меня на улице я уже не укрывал этот куст я выращивала в горшке носила то в дом то в гараж то на улице то на солнце чтобы он не подпортился и он намного позже дал урожай в этом году он первый раз дал урожай а этот куст в прошлом году давал еще урожай этот куст тоже я выносила на улицу этот крупные плоды играла с ним а затем решила посадить их на постоянное место и укрывать белой тканью который продается в магазинах агроволокно называется она есть к разной плотности то есть для каждого города или области свою плотность выбирают допустим нас в одессе не сильно холодно можно потоньше где прохладней плотность 60 там есть 30 разная плотность и вот такая красота у меня выросла на моем участке это тоже уже взрослое растение посмотрите она низкорослая то что я говорила для комнатных условий стволик видите какой толстый на третий год он дает урожай если укоренить то на третий год спокойно он дает урожай тот куст который я держала на улице на второй год дал урожай но это ягода какая большая огромная те были поменьше плоды у меня с того дерева а эти неизвестно раз он низкорослый наверное еще меньше будет он еще маленький а я забыла вам сказать вот этот плод что я держу в руке это весной он появился еще листиков не было а эти плоды вот уже появились вот такие вот этот и вот эти два три плодика а затем ближе вот сейчас недавно вот появились остальные плоды эти веточки стояли пустые пустые а сейчас они начали удлиняться в размере и между листиками в пазухах листиков появляются плодики интересно наблюдать за этим растением очень интересный лист такой красивый резной его практически ничего не ест мы его не травили ничем ничего сейчас пойдем попробуем эту чудо плод как он в разрезе покажу вам и на вкус какой хочу показать черенок инжира как он выглядит он пустил у меня корешочки в воде я посадила вот эти корни белые пошли и забыла снять видео но что он растет ясно то что листики старые опали но молодые вот почки начали набухать он прекрасно себя чувствует это растение то один кустик я решила попробовать как размножать и и по моему у меня получилось и буду размножать дальше интересно это занятие инжировые деревья будут у меня расти у всех яблоки сливы а у меня инжир инжир я сполоснула так как он был на улице все таки муфи все сейчас будем пробовать сейчас настал самый долгожданный момент я хочу разрезать этот плодик он очень мягкий вот одной рукой даже я могу разрезать ой какой красивый янтарный а попробовать его надо интересно какой на вкус ну покупной понятно что он вкусный а интересно тот который вырос но у тебя в огороде это самое интересное сейчас я вот разрежу кусочек всем досталось я попробую один кусочек всего три ягодки этих получили так смотрим очень мягкий сочный сока много косточки мелкие ароматный сладенький мне кажется он еще должен был чуть-чуть постоять потому что вот это мякоть мякоть сладкая а по краю вот это вот светлая она еще не совсем сладкая значит должна достоять что я съела со шкурочкой как правильно его есть научусь когда будет много у меня вот такое чудо инжир у меня теперь растет буду размножать если кому понравилось мое видео и сам инжир подписывайтесь на мой канал могу переслать по украине и пусть люди себе размножают тоже пусть растут эти деревья у каждого кто любит экзотику я попробую выращивать низкорослый сорт тут дома и когда будет результат я вам скажу как он чувствует себя в домашних условиях и как он развивается на улице какой лучше какой не лучше но очень мягкий сочный такой липкий аж вот на ощупь берешь липкая палец вкусный мне понравился желаю всем удачи всем пока выращивайте экзотику у себя на участке или дома спасибо всем за внимание до свидания а и и и и и и и и и